Час назад вся Франция замерла в тишине. На улицах остановился транспорт. Жители разных городов почтили минутой молчания память жертв парижских терактов. К ним у стен Сарбона присоединились президент Франции Аллант и члены правительства. Тем временем появляются все новые подробности о расследовании трагедии. Планировались атаки, скорее всего, в Бельгии, столичный квартал Брюсселя Маленбека, где проводится крупная спецоперация «Оцеплен». Максим Семин следит за развитием событий. Перестрелка с применением автоматического оружия идет в одном из районов Брюсселя. Такие сообщения с пометкой «Молния» стали поступать на ленту информационных агентств около полудня. Это кадры, снятые в бельгийской столице. Зацепление никого не пускают, и понять, что же точно происходит, пока нельзя. Появились, к примеру, довольно странные заявления о том, что бельгийская полиция взрывает петарды. Делается это якобы для того, чтобы привлечь внимание местных жителей к сообщениям, которые зачитывают через громкоговорители. Сегодняшний рейд в Брюсселе далеко не первый. Аресты здесь проходили и накануне. Я шел в метро, а тут вижу полицейские в бронежилетах. Даже не знаю, что случилось. Странно, здесь всегда было спокойно. Полицейская операция во внешне спокойном брюссельском районе Маленбек идет уже третий сутки. Это одна из 19 коммун бельгийской столицы. В ней живут около 100 тысяч человек. Каждый четвертый выходец из Африки и стран Ближнего Востока. В результате сегодняшней операции в Маленбеке задержан один человек. Никаких других подробностей власти не сообщают. По предварительным данным, бельгийский паспорт был у террориста, который привел в действие бомбу на бульваре Вольтер. К атакам, как считают следователи, причастны и двое его братьев. Одного задержали в Бельгии, второй — Салах Абдерсалам, сейчас в международном розыске. Как пишет газета «Гардиан», через несколько часов после нападения уже на границе его останавливала для проверки полиция, но отпустила. Власти при этом особо подчеркивают необходимость контроля за въезжающими в страну. Контроль на наших границах восстановлен. Эти проверки должны быть, конечно, настолько эффективны, насколько это возможно. Идут проверки, полиция проводит рейды. Только за эту ночь было проведено 150 рейдов. И они продолжатся на границе и по всей стране. Министр внутренних дел Франции отчитался о первых итогах проводимых операций. За минувшую ночь проведено 168 обысков. Задержано 23 человека. У них изъято более 30 единиц оружия. Расследование терактов, которые произошли в Париже вечером в пятницу, продвигается быстро при полной поддержке коллег из спецслужб наших европейских партнеров. Как сообщает Франс Пресс, в Лионе задержаны пятеро подозреваемых в связи с террористами. У них изъяты бронежилеты, автоматы и гранатомет. Обыски и аресты проходят в Тулузе, Гренобле, а также в пригороде Парижа Бабеньи. По предварительным данным, там проживал один из участников атаки на концертный зал «Батаклан» некий «Сами». Также по отпечаткам пальцев опознан террорист, взорвавший себя у стадиона «Стад де Франс». Он оказался гражданином Франции. В Париже продолжается опознание жертв трагедии. До сих пор неизвестна судьба россиянки Натальи Булыгиной-Лорен. Ее муж все еще надеется найти жену среди живых. Вчера я был в больнице, чтобы узнать, ее не нашли. И мы пошли с фотографиями, чтобы искать. Ну, нам быстро ответили, что не осталось много людей, которые не знают, которые не могли идентифицировать. Если новостей, это показатель хороших новостей. Да, ну, я надеюсь. Серж Лорен хорошо видел террористов, но описать их не может. Он до сих пор в состоянии шока. Концерт шел, и мы слышали, что стреляли. Я повернулся, увидел вот человека с калашников. Потом все толкали, мы упали. Он стрелял прям на всех. Вот я получил одну вот тут, упал, и потом больше не двигался. Потому что те, которые двигались, они их убивали. А как сам штурм проходил? Вы слышали, когда вот полицейские... Ну, мы поняли, что все немножко успокоился. И мы поняли, что полицейские вошли. Они нам вдруг сказали, что те, которые могут встать и уйти, давайте быстро. К СМИ сообщают, спецслужбам известный имя организатора парижских терактов. Именно с ним якобы связывались исполнители. Это выходец из Марокко Абдельхамид Абааут. Его имя уже фигурировало после расстрела в редакции Шарли Эбдо. Сотовый телефон подозреваемого был запеленгован в Греции. И сегодня же стало известно, что другой подозреваемый в парижских атаках побывал в Турции в 2013 году. Об этом заявил представитель властей этой страны. Нет никаких записей о том, как и куда этот человек, имя которого не называется, в итоге уехал. Но турецкие власти дважды в декабре 2014 и в июне 2015 обращались к французским властям по поводу этого подозреваемого. Более подробную информацию о нем Париж запросил уже после серии терактов. Максим Семен, Первый канал.